рамазан приветствую уже можно сказать ты осваиваешься в легком весе насколько ты себя комфортно чувствуешь там и вот этот процесс веса гонки изматывающий насколько он теперь легче проходит я один бой да провел намного легче бои насчет веса гонки то совсем разные не очень легко сейчас дается я вот позавчера уже не два с половиной три килограмма где-то оставалось позавчера еще и вчера считаем весь день в самолете сегодня только тренировку знаешь когда спортсмен поднимается на вес выше бытует такое мнение что физически будет уступать там антропометрический а понимаешь ты провел в легком весе всего один поединок но в целом наверняка тренируешься с ребятами из этой весовой категории насколько сопоставимы твои физические показатели с показателями вот парней которые изначально в этом весе насчет этого интересный такой вопрос ну с лучшие знаешь как лучше в 71 не подраться легче было чем 66 я вот последние полтора килограмм вообще очень сложно дается и я вот чувство что уже не восстанавливаясь утром 71 на это такого я и вот я сейчас у меня 500 грамм 800 грамм час остается у меня завтра взвешивание не знаю я вот сейчас поел спустился попил и как-то не знаю я смогу даже ран провести такие ощущения настроение давай перейдем немножко к оппоненту ломалин альгиев что в принципе знаешь про него ожидал ли что рано или поздно ваши пути сойдутся нет я не думал что рано или поздно насчет этого я не думал ну не угадаешь асланбека честно там никогда так сидишь думаю вроде бы на 1 настраивался но всегда другого дает никогда не мог угадать на кого мне дадут какие бы выделил сильные стороны у ломали и как считаешь в чем ты превосходишь его хорошо дышит вот единство что я могу ну да у него ударка хорошая неплохая в топ-10 не просто так оказался по крайней мере был как я знаю и вот его хорошая сторона это наверное дыхалка его ну ты можешь держать но если у него свой тэп он держит сам задает и сам держит моя лучшая сторона я в любом случае мне кажется я и ударки буду лучше и в борьбе у меня лучше ломали в одно время у него был вот этот нокаут обкиком потом он удосрочил приемом мухаммада кокова то есть в принципе делал то что не ожидали и в какой-то момент его стали воспринимать как очень нестандартного спортсмена у тебя были проблемы с этим вот в плане тренировочного лагеря например просил ребят или находил кого-то кто делает какие-то нестандартные вещи например там не знаю те же аптеки или там удары от клетки что-нибудь такое да мы так ну эти вещи вообще тренировку чуть тяжело делать потому что они такие непредсказуемые там травмировать можно чуть опасно ну мы старались более аккуратно зато вижу не это за то что то что он кокова могут досрочить удушаем что там для меня это опыт я уже понимаю что он может в партер быть опасным что нельзя на него бежать ну любом случае эти бои пересмотрели и как подойти к бою тоже мы план у нас есть на бой заговорили про мухаммада кокова вот ломали когда одержал победу ты узнал что будешь его следующим оппонентом есть что-то личное в этом противостоянии ну какая-то знаешь там за товарища вернуть не такого нет никогда не было такого я не знаю это спорт у нас лично его не знаю никогда не виделся не встречался на турнирах сломали я не думаю что что-то там может быть это тоже спорт они подрались я думаю у них нормальные отношения и с каждым враждовать с кем подрался так не бывает со всеми на связи хороших отношениях ты затронул тему то что не просто так ломали был в топ-10 сейчас вы оба за пределами топ-10 как считаешь ты в принципе с полулегкого веса экс претендент он только вот был в топ-10 ваш поединок это бой за вход вот в те самые топ-10 я думаю да на 70 килограмм может не знаю не настолько много топовых как в 66 66 мне казалось чуть тяжелее попасть в топ мне так мое мнение до сих пор 70 я думаю кто-то из нас может с обратно залететь у нас по крайней мере сейчас цель в топ-10 зайти и дальше уже вот сейчас конечно его надо протяну и свои планы тоже есть вы по любому на будущее про твои планы и опять же про топ-10 совсем недавно обновили рейтинг и десятым номером легкого веса стал филиппу фройс с которым у тебя была своя история и насколько я помню ты не совсем согласен с решением судей он это твоя цель в легком весе я бы с удовольствием да я никогда не просил реванш и ну я бы хотел с ним подраться и прошлой весогонку он не согнал больше килограмма я не согнал там 150 грамм ну у меня это весогонка очень сильно тяжело тяжело удалось я не смог выложиться я устал тяжелый бой у меня был насчет я сам загнал себя весогонка и вот мне вот это окончательно дало понять что надо переходить в другой вес твой план на легкий вес в этом году как считаешь в случае победной серии успеешь дойти до пояса или например там две-три победы в двадцать третьем году спокойно знаю сейчас гран-при обсуждается лучше об этом сейчас думать как-то вот это больше приоритете на гран-при например первый бой гран-при киши фройс как тебе ну я не думаю все было бы хорошо фройс думаешь будет мне кажется да но она вы я думаю и экс-чемпионы и принципе он на хорошем счету в лиге вот тот же самый у тебя до сих пор ни разу не подумали об этом вообще про фройса в гран-при как-то сейчас ты мне в голову я бы с удовольствием это очень отличная идея но я думал о других оппонентах честно приоткроешь завист тайны я я спрошу у тебя в случае твоей победы я задам тебе этот вопрос уже после боя тогда хорошо вот так лучше будет да не то чтобы они уверены ну я исходя со слов ослабека сейчас у нас мышление пошло он недавно с интервью у него было и что-то там говорил и вот исходя из этого мы тоже решили что у нас вдруг что будет оппонент другу и заключительный вопрос твой прогноз на ваш поединок сломали на геевым я думаю что этот все три раунда пройдет этот бой и ну я думаю по очкам желаете легкой сгонки яркого выступления спасибо спасибо